Если у вас есть работа, вы страдаете. Если вас уволили, вы страдаете. Если женаты, страдаете. Если не женаты, страдаете. В чём проблема? Ведь это то, к чему вы стремились. То, к чему вы стремились, сбылось. И теперь вы страдаете. В этом стоит разобраться. Когда возникают сложности в отношениях, с теми, кого не избежать, будь то начальник или жена, всё чаще мне кажется, что ситуация выходит из-под контроля, и все вокруг против меня. Могу ли я сам справиться с такой ситуацией? Правильно ли винить кого-то в этом? Что вы можете предложить, чтобы повернуть жизнь в лучшую сторону? Самое лучшее в этой ситуации — то, что перед вами только один человек. Либо начальник, либо жена. И никогда оба одновременно. Так что вы можете маневрировать. Как военный. Вы можете иногда скрыться от жены и от начальника, в отличие от других профессий, где его приходится терпеть каждый день. Извините, я просто пошутил. В любом случае, вы не сможете жить ни без жены, ни без начальника. Оба важны в вашей жизни. Вы делали карьеру, и вы получили работу, и у вас появился начальник. Вы хотели отношений, вы женились, и у вас появилась жена. Это то, к чему вы стремились сами. То, к чему вы стремились, сбылось. И теперь вы страдаете. Это стоит рассмотреть. Дело не в вашей жене и не в вашем начальнике. Дело в вас, потому что люди, где бы они ни находились, куда бы их ни поставили, всегда находят повод страдать. Расскажу вам одну историю. Однажды Шенкаран Пилай сильно поругался с женой. В бешенстве он выбежал из дома. Весь вечер он слонялся по улицам, не зная, куда идти и что делать. Возвращаться домой не хотелось. Вдруг он увидел монаха, саньясина, который устроился под деревом на ночь. Он посмотрел на него. Тот казался абсолютно беззаботным. Казалось, он был в полном порядке, сидя под этим деревом. Шенкаран Пилай подошел к нему и спросил. Почтенный, моя жена доставляет мне столько проблем. Как мне с этим справиться? Монах посмотрел на него вот так. Идиот! Если бы я знал, сидел бы я здесь под деревом. Так что говорят, что жизнь похожа на жонглирование мечами. Когда вы один, у вас один меч. Это легко. У вас становится двое. Это два меча. Немного сложнее. Требует больше внимания. Когда вас четверо, это уже жонглирование четырьмя мечами. Затем у вас индийская армия, и вот вы жонглер с десятью тысячами мечей. Не так ли? Сколькими мечами вы можете жонглировать радостно, столько вам и стоит брать. Если вы повышаете уровень своей активности, не развивая себя, то вас ждут страдания. Какое-то время назад ко мне пришел генеральный директор одной международной компании. Он был сильно расстроен и сказал мне, «Садгуру, я так больше не могу. Меня подвергают такому стрессу». Тогда я сказал ему, «Может быть, тебе уволиться?» Он ответил, «Нет, Садгуру, что вы такое говорите?» Я сказал, «Ты так сильно страдаешь от своей работы. Уверен, что есть много людей, которые хотят занять твое место. Если тебя уволят, то сможешь радостно гулять по пляжу». «Нет, Садгуру, не делайте этого со мной. Если у вас есть работа, вы страдаете. Если вас уволили, вы страдаете. Если женаты, страдаете. Если не женаты, страдаете. В чем проблема? Проблема в этом. В этом человеке. Они в жене, не в начальнике и не в остальном мире. Какими бы они ни были, я не пытаюсь их защищать. Они могут быть какими угодно. Но страдаю я или не страдаю, зависит только от меня. Как я уже говорил, то, что жизнь преподносит вам, не зависит от вас. Но то, что вы делаете с этим, на сто процентов зависит от вас. Вот что значит карма. Когда я говорю, «Моя жизнь — это моя карма». Жена такая-то, начальник такой-то, мир вокруг такой-то, происходят всякие неприятности. Но вот это я поддерживаю таким, как я хочу. Я знаю, что вы сталкиваетесь с разными противниками. Но все мы сталкиваемся с разными людьми каждый день. Люди, которых я никогда не встречал, которых я не знаю, ежедневно брыжут на меня ядом. Я не знаю, откуда берется этот яд. Может быть, у них просто излишек протеина в теле. Но они делают это без конца. Делают все возможное, чтобы навредить всему, что мы делаем. Наша деятельность направлена на всеобщее благополучие. Но им это не нравится. Есть люди, которые сегодня агитируют против меня, говорят, что высаживать деревья опасно. Хорошо? Жить вообще опасно. Итак, что люди делают с вами, что мир делает с вами, не зависит от вас. То, что вы делаете с собой, зависит от вас. Это ваша карма. Вот что имеют в виду, когда говорят, моя жизнь — это моя карма. То, какое я есть, на сто процентов решаю я. Никто не может решить, каким мне быть сейчас. Это мне решать, каким мне быть сейчас. Если бы вы сами решали, какими вам быть, вы бы стали счастливыми или несчастными. Всем вам нужно ответить лишь на этот вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok